Привет, друзья! С вами Владимир Шемет на канале PSN Travel. И это вторая часть видео о том же, как выглядят горящие туры в Египет за 200 долларов на человека. Напоминаю вам, в первой части Евгений, наш турист, который побывал на отдыхе в Египте, по горящему туру уже рассказал, какая у него была гостиница, какое было у них питание, какой был номер, как выглядел пляж и как они добирались на пляж. Ну и в целом, некоторые впечатления по своему отдыху. Во второй же части Евгений расскажет нам его впечатления по сравнению с прошлым отдыхом, который был у него в прошлом году в нормальной стандартной египетской пятерке. Бюджет тогда был у него в два раза выше, который он потратил. И в целом, всю информацию, которую он расскажет во второй части, вам, может быть, поможет понять, нужен вам горящий тур, либо не нужен. Также Евгений проведет сравнительный анализ по сравнению с отдыхом в Украине, что можно получить вообще от отдыха в Украине по сравнению с такими горящими турами. Ну и расскажет, кому больше может подойти такие варианты горящих туров. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал PSN Travel, с помощью которого вы будете всегда в курсе полезной для вас информации, как вам выбрать отдых, тур и что вы можете в результате получить. Не будем затягивать резину, так как видео уже и так получается очень длинное. Поэтому переходим сразу непосредственно к самому видео с Евгением. Так, давайте тут теперь немножко вот такой вот проведем разрез между, значит, этим отдыхом, который у вас был по горящему туру, который там обошелся в два раза, там, по-моему, ниже стоимости, чем прошлый ваш отдых. Вот. Стоит ли ездить в горящий тур или не стоит? Я считаю, конечно, стоит. Конечно, стоит, потому что, ну, сравнивать предыдущий отдых и этот отдых, я считаю, как бы нельзя, потому что здесь и цена разная. Ну, вот эти горящие туры, если у вас есть возможность, или вы можете себе так сняться резко, реально резко сняться и заказать, купить этот тур и поехать, конечно, стоит. Конечно, стоит. Тем более, если вы до этого не отдыхали, ну, где-то за границей, а отдыхали в Украине, там, в Бердянске или, там, Херсон, железный порт, то, я думаю, такой горящий тур, вы, если попробуете, вы будете вообще не разочарованы таким условиям, какие у нас в Украине могут вам предоставить за такие же почти деньги или такие же деньги и такие условия, как там. Есть такие нюансы, если вам по приезду не нравится номер, который вас заселили, я думаю, 5, максимум 10 долларов решат этот вопрос без проблем. Это несколько баксов чаевых вопрос решаемый. Вот, просто тут есть нюанс. Иногда туристы, вот, я же говорю, отдыхали первый раз в гостиницах так, достаточно хорошего уровня. В принципе, вот, у вас было тоже так, что первый раз вы были в хорошей пятерке. Хорошей, стандартной такой вот египетской пятерке. Вот, и в чем суть? Просто, как бы, учитывая те условия, вот, то, что у вас были, вот, допустим, не, как бы это правильно выразить, не было ли каких-то сложностей с восприятием этих именно условий, которые гораздо ниже по уровню, вот так вот? Ну, лично у меня вообще не было с этим проблем, потому что я сравнивал цена-качество. Вот, за сколько купили этот тур и качество этого тура. Ну, у жены было сравнение этой гостиницы и предыдущей, то есть, высшего уровня. У нее вот это было, вот, такое сравнение. Но я считаю, это немножко неправильно, потому что сравнивают. Тут, я же еще раз говорю, у многих туристов остается картинка той гостиницы. Конечно. А вот стоимость, то, что сколько там было стоимость, и сколько вот здесь вот стоимость, как-то оно почему-то не сравнивается. Но тут нужно обязательно смотреть. Есть уровень гостиницы, да, как бы, ну, вообще, вот стоимость тура, как бы, то есть, не уровень гостиницы. Стоимость тура того, что был с хорошей гостиницей, и эконом горящий, то есть, там, я же еще раз говорю, стоимость в два раза отличается. Естественно, это отличается и на условиях, и на качеству. Просто, допустим, есть возможность это воспринять, либо нету возможности воспринять. Евгений только что ответил, то есть, как это все воспринимается. То есть, если вы объективно оцениваете обстановку, то есть, стоимость той, которая была, и стоимость той, которая есть. Естественно, как бы, да. В принципе, опять, можно было и в этом году по той же стоимости поехать в ту гостиницу, в которой мы были, но вот есть, сожалеете, не сожалеете, что, допустим, вас, вы не поехали, к примеру, в гостиницу с высшим уровнем. Нет, я не сожалею, и жена в конце отдыха тоже, вот, согласилась со мной, что нету такого смысла переплачивать, лично для нас. Ну, правильно, да. Тут для каждого это вопрос индивидуальный. То есть, за такие деньги мы отдохнули в этой гостинице тоже очень прекрасно, очень хорошо. Только, конечно, минусы, если с погодой не повезло. Если с погодой, к сожалению, не повезло, развлечений каких-то в этой гостинице... Ну, естественно. Естественно, такие нету. В той гостинице, конечно, если погода вам, к сожалению, не улыбнулась, там есть чем заняться в той гостинице, которая на порядок выше. Ну, здесь уже, конечно, самок надо решать. А вот получается еще один такой вот разрез, если берем с Украиной. Итак, в Украине, к примеру, за эту цену можно вообще вот по такому уровню, как был там в гостинице, вот в этой горячей отдохнуть? Однозначно нет. То есть, ну, сколько? 12,5 тысяч гривен, да, по-моему? Значит, это дорога. Ребят, давайте так. Тут еще немаловажный вопрос в том, что от Киева до Египта там... Сколько там? Больше двух? Ну, около двух с половиной тысяч километров. От Харькова до Бердянска, соответственно, совсем другая дорога выходит стоимость. Поэтому, если мы еще из тура уберем дорогу, потому что, ребят, вы там сравниваете, допустим, Украину, иногда бывает там Украина ниже. Ну, даже с дорогой иногда в Египте дешевле отдохнуть, чем в Украине. Вот чем суть. То есть, реально, как бы, если бы еще убрать самую такую весомую цепочку в стоимости тура, это дорога, перелет, то стоимость гораздо была бы ниже. Но, опять-таки, нужно же преодолеть этот путь. Это один вопрос. А так, конечно, это существенно, как бы, ниже выходит, чем отдохнуть в Украине. Конечно. Мой товарищ отдыхал в Кирилловке, потратил за 7 ночей 7 тысяч гривен. Один или два? Один. Один. Это он один на себя потратил. Сказать, чтобы он там купался в роскоши, нет, скромно, обычно, без всяких, там, понтовых, модно сказать. Просто так. А вот 7 тысяч гривен, к примеру, это с дорогой или без? Это с дорогой. Это с дорогой 7 тысяч. Ну, то же самое вышло, как бы. Да. А если бы еще он бы с кем-то, допустим, поехал там, подруга, друг, там, девушка, к примеру, на двоих 14 тысяч Кирилловка. Я ничего против не имею, против наших курортных, там, городков, там, да, но цена-качество. Вот, надо вот это отдавать себе отчет. За какой сервис, за какое качество вы отдаете деньги. Вот, так хочу сказать. А вообще, в Украине отдыхали? Да, отдыхал. Не один раз в Бердянске отдыхал. Тоже спонтанно отдыхал. То есть, все в машину и поехали, там, на 3 дня, на 5 дней, на 10 тоже так. С погодой тоже, вроде Украина, вроде рядышком проехать. Когда снялись, поехать на 3 дня отдохнуть, к сожалению, погода нам не улыбнулась. В Крыму когда-то отдыхал, в Херсоне отдыхал, в Азурное. То есть, ну, есть с чем сравнивать, конечно, есть. И, я же говорю, я не против нашего украинского отдыха, но, сделать условия и качество хотя бы до такого уровня, как там. И тогда, можно... Эконома ихнего. да, ихнего эконома. Не говорим уже о стандартах, там, о каком-то этом. Хотя в Украине, в принципе, лакшери отдых есть и там стоимость. Ребята, если вы там возьмете гостиницы, цепочки, дельфин, или еще что-то в этом роде, то вы приятно, а может и неприятно, очень удивитесь, что это будет стоить вам здесь отдых в Украине. Вот. Конечно. Ну и кто зачем едет отдыхать? Я, собственно, за корабль, за дайвинг, за вот эту морскую живность. Я исключительно из-за этого. Ну, в Египте это самое уникальное море, то есть вообще в мире это Красное море самое уникальное, самое интересное и разнообразное с потрясающим подводным миром. Вот. А насчет еще такого, как бы, последнего подбить итоги, вот, допустим, гостиница, в которой был Евгений, там, Мексикано Шарм, ну и уровень этих гостиниц, в принципе, там есть еще аналогичные гостиницы, просто иногда там в туре бывают, подставляется там эта гостиница, либо какая-то еще в этом уровне, в этом уровне другая там гостиница. Большинство этих всех горячих туров просто, вот-напросто, кому они нужны? То есть, первое, что, кто чаще всего берет, это дайверы. То есть, они едут туда, чтобы именно смотреть море. То есть, они утром позавтракали, все, их гостиницы нету. Вечером они после дайвинга вернулись в гостиницу, поужинали, все, они спят. То есть, им ничего больше не надо. Им нужно переночевать и максимально низко там добраться туда в гостиницу. То есть, собственно говоря, получается там 424 доллара, это, условно говоря, как бы, стоимость перелета туда и назад. Потому что средняя стоимость перелета туда и назад там на человека это 200 долларов. Все. Как бы, она идет бонусом. Поэтому тот, кто едет с требованием гостиницы по горящему туру, там, самый эконом гостиница, то есть, вы будете разочарованы. Реально, как бы, вы, наверное, будете разочарованы. Мое это мнение. Вот. Но, допустим, если подойти с правильным подходом, как бы, понять это все, что это такое, как бы, и реально понять, что есть, как бы, бюджет, который у вас и вы не можете больше его потратить, то однозначно, как бы, ребят, сколько я тоже видел в Украине, как бы, ну, в Украине вы не отдохните. Ну, это просто так вы не отдохните. Все. Но нужно быть готовым, закрыть глаза там на определенные моменты с номера. Нужно к этому быть готовым. То есть, потому что, если вы будете ехать и колупаться в номере, даже в стандартах, нормальных там, пятерках, есть чему придраться. То есть, всегда есть чему придраться, и не только в египетских гостиницах, это и в турецких гостиницах. То есть, потому что я видел много, и реально, как бы, это все для меня понятно. и если вы там будете там колупаться там на стене там то, то, либо там на шторах, то есть, ребят, сколько вы за это платите? То есть, подумайте сами. Как оно может делаться, когда тут стоимость такая? Вот. Но, тем не менее, если вы не будете к этому придираться, то и все у вас будет отлично, главное, ехать с отличным настроением, получить впечатление от моря, от того, что вы увидите, от разнообразия, вот, и от того, что там еще и тепло. В это время, когда у нас холодно. Вот. Потому что, если взять, ну, опять, немножко другой регион, Кургаду. Кургаду там еще бывает чуть-чуть ниже, там за 390 можно вдвоем, за 380 даже слетать зимой. Но в Кургаде гораздо ветренее, чем в Шарм-эль-Шейхе. Вот в чем суть. Но теплее, чем в Украине. Есть даже иногда там в Фейсбуке, встречал эти, как его, картинки, что скоро в Египте будет перезимовать дешевле, чем в Украине прожить со стоимостью газа. Поэтому, друзья, думайте, значит, что, куда мы едем и зачем мы едем. Едем за впечатлениями от моря, горящий тур вполне подойдет, да? Конечно. Если мы едем за какими-то условиями в гостинице, то тут, ребят, ну, честно, не обманывайте себя. Ну, вы должны понимать, что есть бюджет ваш, и его нужно тогда поднимать, чтобы получить сервис, чтобы получить там разнообразие, чтобы получить анимацию, чтобы получить горки. естественно, это все влияет на стоимость. А, допустим, по отзывам, которые вы читаете в интернете, там, может быть, TripAdvisor, там, Top Hotels, Tour, правда, большинство отзывов, как бы, вот, ну, можно, наверное, разделить 50 на 50 в среднем, как бы, первые отзывы, значит, которые пишут туристы, и иногда они пишут реальные отзывы, но, как они могут писать, объективно, либо не объективно, то есть, первое, что они могут попасть куда-то неправильно, то есть, их отправил, там, либо агент, оператор, там, неважно, кто там, либо опять каких-то отзывов начитались, что какая-то сложилась картинка, и они подумали, что это ихний вариант, а на самом деле это просто не ихний вариант, и они написали, вот, там отрицательный отзыв, там, все, это плохо, на самом деле, как бы, может быть совсем по-другому, второй момент, как бы, значит, могут быть, значит, эти отзывы заказаны, потому что есть компании, есть люди, есть фрилансеры, которые это все пишут за деньги, какие деньги вы заплатите, то есть, фирма там, либо гостиница, либо там, конкурент гостиницы, и тому подобное, то есть, такое вам и напишут, то есть, если вам нужны эти компании, какой там, Adwego, Adwego, откройте Adwego базу фрилансеров, которые вам напишут все, что вы захотите в интернете, в таком виде, которым даже плагин Adwego, там, который проверяет на уникальность, где еще есть такие отзывы, то есть, анализирует, не найдет даже. Дальше, что еще по отзывам, то есть, так само, как бы, и гостиницы могут попросить своих туристов, сделал какие-то там бонусы, либо там, спа-процедуру, либо еще что-то, какую-то экскурсию, либо там, какой-то там, мороженое, либо алкоголь, написать хороший отзыв, и вы читаете отзывы, вот там туристы хорошо отдыхают и тому подобное, вы туда едете, и там печаль печалью. Ребят, когда вы читаете отзывы, думайте, что вы читаете. Лучше всего это увидеть своими глазами, вместо того, чтобы почитать, и картинки. Картинки, в принципе, тоже можно сфотографировать, все что угодно, с какой угодно гостиницы подставить, туда-сюда, то есть, это все элементарно просто делается, поэтому есть люди, которые там, занимаются, профессионально, там, организации туров, отдыха и других мероприятий для выездов за границей, обращайтесь к вам. Агентств много, не все профессионально занимаются, но агентств много, есть с чего выбрать. По поводу, значит, отдыха, когда выбрать, выбрать, значит, период отдыха, чтобы поймать, схантить этот горячий тур. Значит, ну, такие цены бывают только зимой. И то не всегда. Все зависит от того, насколько загружены рейсы, насколько их количество рейсов. Операторы считают, у них логистика работает, поэтому с каждым годом этих горячих туров будет все меньше, меньше, меньше. если там, не кто-то там захочет выйти на рынок и круто демпингануть, привлечь там внимание, потому что есть такие стратегии у операторов, которые, чтобы разбить своих конкурентов, работают в минус, ну, правда, этот минус их сам может закопать, когда они там чересчур задемпинговали, как бы набрались от денег у туристов, и типа банкроты, а туристы без денег и без туров. То есть это тоже есть момент такой, то есть нужно понимать, что как бы есть минимальная себестоимость, которую, допустим, которая может даже иметь там стоимость и тура, как бы. Но если это там нереальная стоимость какая-то, то есть либо это развод, либо там еще какие-то, что можно остаться и без денег, и без тура. То есть есть такие моменты, есть такие нюансы, это я уже, наверное, в отдельном видео расскажу, Потому что и так видео получилось слишком длинное Как я не стараюсь Оно все равно не получается Сделать коротким его Потому что информации много Есть масса деталей Что вам нужно там знать Чтобы вы могли определиться С вашим выбором по отдыху Поэтому друзья Наверное в этом видео мы уже закончим Подписывайтесь на наш канал PSN Travel Где вы будете всегда видеть Реальные отзывы наших туристов И реальные ситуации В которых бывали туристы Что они делали Как они делали Абсолютно все моменты Некоторые туристы могут рассказать Тех кто не стесняется Мы всегда рады Показать наших туристов Всем я туристам говорю Чтобы рассказали Нашим потенциальным туристам Либо вообще просто подписчикам Канала PSN Travel И тех группах Которые есть у нас рассылки Чтобы они знали Что, как, где, когда, почем За сколько И какие впечатления И результаты получаются От этих туров Поэтому спасибо вам всем за внимание Еще раз напоминаю Подписывайтесь на наш канал PSN Travel В ютубе И вы будете всегда в курсе Всей полезной для вас информации С нами был Евгений Кстати Я там видел У Евгения тоже есть канал в ютубе Я ссылочку оставлю Тоже под этим видео Там некоторые видео Я видел с отдыха То есть Тоже можете что-то посмотреть Опыт может перенять Какое-то там что-то полезное будет Так что Есть этот канал Евгения в ютубе Видео некоторые есть С отдыха Тоже можете посмотреть Всем отличного настроения И только положительных путешествий И не бояться Не бояться Нужно конечно Обязательно брать Горящие туры И вообще путешествовать нужно Не бояться этого Ничего здесь страшного И нет И даже если вы Иностранного языка не знаете Как я например тоже Можно объясниться Жестами Ну да Нет никаких схожестей А кроме того Что даже жесты сейчас не надо Есть много программ Которые вы ставите На свой телефон Андроид И вам будет все Это переводить Эта программа Вообще никаких сложностей нет Но английский Лучше знать Друзья Всем спасибо за внимание Отличное настроение До новых встреч Пока-пока